Алексей Сергеевич, добрый день! Я хотел бы поприветствовать всех участников сегодняшнего семинара. Здесь участвуют онкологи из Воронежской области, из Кабардино-Балкарии, из Ханты-Мансийско-Автономного округа Евры. Тема сегодняшнего вебинара – опухоль желудочно-кишечного тракта и, в частности, исследования, которые повлияли на клиническую практику. Сегодня с нами председатель Кабардино-Балкарского регионального отделения Российского общества клинической онкологии. Альберт Пермагомедов и Данилова Анастасия Сергеевна, заведующая дневным стационаром, врач-онкулах, Московская городская онкологическая больница номер 62 Департамента здравоохранения, город Москва. У нас сегодня в студии 20 слушателей, как я сказал, из вышеперечисленных регионов. Огромное спасибо, коллеги, что нашли время и присоединились к данному научно-практическому мероприятию. Давайте начнем. Анастасия Сергеевна, мы очень внимательно и с нетерпением ждем ваше выступление. И тогда мы начинаем. Я хотела бы поделиться исследованиями за 2023 год, которые изменили клиническую практику. И фокусироваться я буду на колоректальном раке и пройдусь по основным исследованиям, которые прозвучали за 2023 год и начало 2024 года. Потому что было несколько основных конгрессов, в рамках них было доложено много исследований, но не все из них действительно повлияют на нашу практику в рамках колоректального рака за 2023 и уже начало 2024 года. И поскольку исследований было много, я на них на всех не могу останавливаться, а остановлюсь на, мне кажется, самых важных. Это три исследования, которые посвящены изучению разных препаратов в рефрактерном колоректальном раке. Три исследования, которые посвящены лечению рака прямой кишки, местно распространенного, потому что это та нозология, где нет до сих пор единого консенсуса, исследований много, и нужно понимать, что делать с каждым пациентом. И три исследования, на мой взгляд, на самом деле, меняющие нашу клиническую практику о побочных эффектах, об иммунотерапии и о заболеваемости колоректальным раком. Ну и начать я хотела бы с контекста рефрактерного колоректального рака. Если мы посмотрим на те опции, которые у нас есть, помимо разных вариантов химиотерапии, мы все знаем, что мы орудуем, по сути, тремя химиотерапевтическими препаратами иринотыканоксалиплатин и фторпиримидины, двумя таргетными препаратами анти-GFR и антиви-AGF, и мы пытаемся их компоновать, использовать по очереди, делать реиндукцию, но в итоге все пациенты так или иначе доходят до той стадии, когда мы не можем уже еще раз пробовать фторпиримидины, иринотыканоксалиплатин или таргетную терапию в этом контексте. И это тот рефрактерный сценарий, где на сегодняшний день одобрено два варианта терапии. Это препарат Regrafenib, который исследовался в двух исследованиях, Correct и потом RIDOS, который показывает умеренную эффективность у пациентов с рефрактерным колоректальным раком, и исследования с препаратом Lansurf, он же называется Tepirozil trifluoridin, которые показывали его эффективность в рефрактерном сценарии. И опять же вот та картинка, которую я показывала, что мы орудуем одними и теми же химиопрепаратами и таргетными препаратами, и в итоге пациенты все равно приходят к рефрактерному раку. И в этом году на ASCOGI, точнее уже в прошлом году, в январе, было доложено исследование Sunlight, это Tepirozil с trifluoridin у пациентов с рефрактерным колоректальным раком, причем в одном случае это были пациенты, которые анализировались просто в монотерапию, а другая группа пациентов получала комбинацию с BevoCuzumab. И клинический вопрос, который ставился в этом исследовании, был простой. А могут ли получить пациенты бенефит с точки зрения выживаемости без прогрессирования, общей выживаемости, переносимости лечения от добавления BevoCuzumab к этому режиму? Исследование было позитивным, и позитивным было во всех конечных точках. Во-первых, мы увидели значительное увеличение объективного ответа. На монотерапии объективный ответ был минимальный, 6,3% по сравнению с, соответственно, историческим монотерапией. Посмотрите, BevoCuzumab добавлял 6% объективного ответа. Для рефрактерного рака мы редко ждем какое-то значительное уменьшение объема болезни, и основной критерий эффективности – это контроль над болезнью. И это как раз оценивалось в другом показателе контроля над болезнью, который был осуществлен в 76% случаях, когда к терапии добавлялся BevoCuzumab, по сравнению с 47% в монотерапии. В отношении выживаемости безрецидивной мы тоже увидели практически двукратное увеличение при добавлении BevoCuzumab 2,4 месяца. Опять же, цифры для рефрактерного рака очень небольшие, и уже такое преимущество в 2 раза при добавлении BevoCuzumab уже нам дает основание говорить, что эта терапия в целом эффективная. И более того, мы увидели очень значительные цифры общей выживаемости, которые мы не видели раньше. Мы их не видели в исследованиях с операционом, которые были доложены ранее. Мы не видели эти цифры в исследованиях с регрофенибом. Посмотрите, цифры общей выживаемости в этом исследовании при добавлении BevoCuzumab 10,8 месяцев у пациентов с рефрактерным колоректальным раком. А если этим пациентам проводили монотерапию без BevoCuzumab, то эта цифра была 7,5 месяцев. Мне кажется, это хорошая опция, которая в итоге, может быть, не в этом году, может быть, в следующем году, но так или иначе появится в нашей рутинной клинической практике, и это дает нам возможность ее использовать у пациентов с рефрактерным колоректальным раком. Еще одно важнейшее исследование – это было исследование торцузумаб-дерукстикана, опять же, у рефрактерных пациентов, но с HER2-гиперэкспрессией. И это исследование было в контексте попытки использовать торцузумаб-дерукстикан в разных нозологиях. Мы знаем, что было отдельное исследование Pantumor. Это такой тумор-агностик исследований у всех HER2-позитивных опухолей. А это исследование было посвящено колоректальному раку. Опять же, это вторая фаза, небольшое исследование, у которого было несколько стадий, в зависимости от дозы торцузумаб-дерукстикана 5,4 мг на килограмм или 6,4 мг на килограмм. У HER2-позитивных, вне зависимости от наличия мутации K-RAS, N-RAS или BRAV, все пациенты должны были быть микростелитно-стабильными и получали торцузумаб-дерукстикан. Если мы посмотрим на то, какие пациенты были включены, то они были, естественно, сильно предлечены. И что важно, большая часть из этих пациентов была HER2-позитивных, трехплюсовых. Но при этом пациентов с двухплюсовым ИГХ тоже были включены. Если мы посмотрим на непосредственную эффективность терапии, то мы видим, что, во-первых, если сравнивать 5,4 мг и 6,4 мг, то разницы в эффективности, в непосредственной эффективности мы не видим. Но мы видим эффективность в зависимости от уровня экспрессии HER2 и максимальную пользу получали пациенты, у которых была именно гиперэкспрессия HER2. Если мы посмотрим на медиану времени без прогрессирования, то мы видим, что у пациентов она составила 5,8 месяцев терапии, у пациентов, которые получали 5,4 мг, и 5,5, одинаковые цифры у пациентов, которые получали 6,4 мг на килограмм. Цифры общей выживаемости тоже были схожи. Посмотрите, общая выживаемость для HER2-позитивного, колоректального рака, предлеченного, составляет 13,4 месяца в этой группе пациентов. Опять же, цифры, которые мы не видели раньше. Частота объективного ответа и waterfall plot вне зависимости от дозы препарата тоже показывает, что и уменьшение опухоли, то, чего мы не видели ни в исследованиях с реографенибом, ни в исследованиях с тепероцилом, действительно опухоли уменьшаются. А зачастую опухолевые очаги связаны с симптомами болезни, поэтому уменьшение распространенности процесса дает нам пользу и в отношении самочувствия пациентов. И вот очень важная история в зависимости от уровня гиперэкспрессии HER2. Если мы посмотрим на подгрупповой анализ, то мы видим, что выигрывают от использования тростузумаб-дерукстекана с точки зрения частоты объективного ответа. Конечно, пациенты с HER2 гиперэкспрессии 3+. Там частота объективного ответа 46%. А у пациентов, у которых было HER2, 2+, и фиш позитивных, к сожалению, частота объективного ответа была всего лишь 5,6%. Поэтому, на мой взгляд, основными кандидатами для использования этого варианта терапии будут пациенты с HER2 гиперэкспрессии 3+. Еще одна опция, которая постепенно намечается у пациентов с рефрактерным колоректальным раком, на этот раз группа пациентов с мутацией G12C, КЕРАС. Напомню, что в колоректальном раке G12C – это не частая мутация, это всего лишь 2-3% пациентов. Мы гораздо чаще ее видим у пациентов с раком легкого. И в этом контексте она исследовалась в сочетании с панитумумабом. Это исследование Codebreak 300, которое было доложено на Конгрессе ЭСМО в 2023 году. Здесь использовались разные дозы сатаросиба – 960 мг, 240 мг с панитумумабом против терапии по выбору врача для пациентов с рефрактерным колоректальным раком. Это или трифлоридин, типероцил, или регорофениб, что, в общем-то, и является единственной возможностью лечения для этих пациентов. Это исследование было тоже позитивным. Еще раз посмотрите на терапию по выбору врача в контексте рефрактерного колоректального рака. 2,2 месяца до прогрессирования. А у пациентов, которые получали высокую дозу сатаросиба с панитумабом – 960 мг, цифра выживаемости без прогрессирования составила 5,6 месяцев. В общем-то, очень хорошие цифры общей выживаемости. Если мы посмотрим на частоту объективного ответа, то она была 26% у пациентов, которые получали сатаросиб с панитумабом – доза 960 мг. Доза сатаросиба – 240 мг не приводила ни к каким значимым цифрам объективного ответа, всего лишь 6%, и объективный ответ вообще не наблюдался у пациентов, которые получали регорофени. Если мы возьмем пациентов, и как раз контроль над заболеванием, про которое я говорила ранее, то там сатаросиб с панитумабом дает нам возможность 72% объективного, ну не объективного ответа, а контроль над заболеванием, против 46% у пациентов, которые получали терапию по выбору врача. Цифры общей выживаемости еще не зрелые, но посмотрите, в общем, они не достигли пока медианы и составляют очень значимые цифры в контексте рефрактерного колоректального рака. Еще три исследования, про которые я хотела бы рассказать, это три исследования при местно распространенном раке прямой кишки. И напомню, у нас есть несколько совершенно разных концепций, которые мы используем. Мы используем короткую, длинную химиолучевую терапию. Мы используем концепцию тотального неодюванта. У нас есть концепция watch and wait для пациентов, которые достигли полного клинического ответа. Мы можем использовать консолидирующую химиотерапию, одевантную химиотерапию после операции и понять, кому конкретно, какой вариант терапии мы можем предложить, не забывая еще, что уровни рака прямой кишки могут быть тоже разными, очень сложно. И вот несколько исследований, которые были доложены на АСКО в 2023 году. Первое исследование – это 7-летний анализ исследования Prodigy-23. Это исследование, которое оценивало роль неодювантной химиотерапии, такого практически тотального неодюванта. Вот посмотрите, что это было за исследование и дизайн этого исследования. Первая группа вверху – это контрольная группа стандартного лечения. Это химиолучевая терапия, 5 недель с капицитабином, потом 7 недель ожидания, затем пациенты получали хирургическое лечение, и после хирургического лечения эти пациенты получали полгода одювантной химиотерапии. Фалфокса в, соответственно, послеоперационном периоде. И экспериментальная группа тотального неодюванта, где большая часть лечения переводится в неодювантный режим. Эти пациенты получали триплет, фолферинокс, эмфолферинокс, 6 циклов, затем эти пациенты получали длинную химиолучевую терапию, 5 недель, затем ждали реализации этого эффекта, после этого пациентам проводилось хирургическое лечение, а затем после этого доделывалась как бы химиотерапия, которая была начата в начале. Напомню, что суммарно получается, эти пациенты получали 6 циклов фолферинокса и еще 4 цикла фолфокса, то есть суммарно это было 10 циклов химиотерапии, которые они получали. Уже были доложены до этого предыдущие данные, но напомню, критерии включения. Стандартные критерии включения возраста и кога, это должна была быть гистологически подтвержденная аденокарцинома, где ее распространение и начало должно быть меньше 15 см от зубчатой линии, то есть исключались верхние ампулярные раки. По МРТ стадирование это должно было быть Т3 или Т4 с возможностью Н0 или Н-позитивных лимфатических узлов и, естественно, беззначимые сопутствующие патологии и те, кто не получали химиотерапию раньше. Если мы посмотрим на характеристику опухоли, то небольшой процент был нижний ампулярных с распространением менее 5 см, 37%, половина была от 5 до 10 см, 49%, и от 10 до 15, то есть часть верхние ампулярных опухолей, их было всего 13%. Т4 опухолей было включено немного в это исследование, всего лишь 17-15%, большая часть пациентов это были Т3, и большая часть была Н-позитивными, 90% пациентов, которые были включены в это исследование. Если мы посмотрим на непосредственные результаты лечения, то у нас есть уже данные безрецидивной выживаемости к 7 годам. И здесь есть несколько вариантов этой безрецидивной выживаемости. К 7 годам мы видим, что использование тотального неоадюванта дает нам цифры 7-летней безрецидивной выживаемости 67,6% против 62,5%. То есть разница безрецидивной выживаемости к 7 годам составила 5 лет. Более того, эти же цифры мы видим, исключая локальные рецидивы в выживаемости без метастатического поражения. И там разница еще более значимая. К 7 годам 73% пациентов не имели отдаленные метастазы против 65%, в котором использовалась стандартный вариант терапии. Выживаемость, связанная со злокачественным заболеванием, это то, что исключает другую причину смертности. 7-летняя выживаемость, связанная со злокачественным заболеванием, тоже увеличивается на 5% в группе, которая получала тотальный неоадювант. И общая выживаемость, которая, включая в себя и смерти по другим причинам, тоже увеличилась. И разница составила 5% к 7 годам. Итог – это было позитивное исследование, хотя есть его критика, которые показали, что есть улучшение выживаемости без прогрессирования, безрецидивных, отдаленных результатов, и общей выживаемости к 7 годам, если мы делаем неоадювантную химиотерапию, затем химиолучевую терапию, затем операцию и адювантную химиотерапию по сравнению со стандартной терапией. Эта разница составила к 7 годам 5%, но если мы посмотрим в абсолютных цифрах, то это цифра улучшения на 5 месяцев. Это дальше вопрос к коллегам, которые будут применять это и к нам. Будет для нас являться 5 месяцев абсолютной цифры увеличения общей выживаемости для того, чтобы использовать этот режим в качестве неоадювантной терапии. Но это исследование не даёт нам ответа на все остальные вопросы. Кому мы должны проводить эту терапию? Насколько мы должны интенсифицировать? Кто те идеальные кандидаты для такой интенсификации? Можем или должны мы использовать короткую или длинную химиолучевую терапию? И как это исследование поставить в контекст других исследований, в исследовании РАПИДы и многих других? Ещё одно исследование, которое было доложено на АСКО в 2023 году, это было на пленарной президентской лекции, это были данные исследования Проспект. Это долгое, длительное исследование, начало которого было положено в 2012 году, и которое пыталось ответить на вопрос, может ли неоадювантная химиотерапия Фалфокс с селективным использованием лучевой терапии, быть не хуже, то есть это дизайн нон-инфериорити, к стандартному подходу для местно распространённого рака прямой кишки. Напомню, что когда это исследование начиналось, то стандартом лечения было химиолучевая терапия, затем 8 недель времени реализации эффекта химиолучевой терапии, затем операция, затем 6 недель перерыва, и затем адювантная химиотерапия. И попытка этого исследования была понять, а можем ли мы убрать этап лучевой терапии и заменить её на неоадювантную химиотерапию. И дизайн исследования был именно такой. Пациенты рандомизировались или на химиолучевую терапию, 50 грей в течение 5 недель, или 6 циклов Фалфокс. Но если по данным контрольных обследований эффекта достигнута не было от химиотерапии, то пациентам могла проводиться химиолучевая терапия. Но давайте посмотрим, что за пациенты могли включаться в это исследование. Напомню, это были пациенты, на самом деле, среднего и невысокого риска. Исключались очень низкие опухоли. Это были пациенты Т2 и Т3, и разрешалось включение пациентов как Н-позитивных, так и не Н-позитивных. И вот тот дизайн, про который я рассказывала, что если пациенты на неодевантной химиотерапии не достигали 20% уменьшения объема опухоли, то им проводилось затем химиолучевое лечение. И вот важны эти критерии исключения. Исключались пациенты, которые были кандидатами для брюшно-промежностной экстерпации, то есть низкие опухоли. Исключались опухоли Т4, и исключались опухоли с большим поражением лимфатических узлов, то есть более 4 пораженных тазовых лимфатических узлов. То есть это были пациенты с высокими опухолями и невысокого риска. Если мы посмотрим на какие основные пациенты включались в это исследование, то половина была Т3Н-позитивных, Т3Н-негативных было 40%, и мало было пациентов Т2Н-позитивных. И посмотрите на это исследование. Было показано, что отсутствие лучевой терапии, отсутствие этапа химиолучевой терапии не ухудшило результаты безрецидивные. Посмотрите на вообще эти цифры. Перемедиане наблюдения 58 месяцев, мы имеем цифры 80% безрецидивной выживаемости. Это говорит, во-первых, и о качестве центров, которые были включены в это исследование, но главное о биологии опухоли. Это были опухоли невысокого риска. И поскольку это был дизайн нон-инфериорити, то его нужно было доказать. И они доказали нон-инфериорити и в отношении выживаемости без прогрессирования. И посмотрите на эти цифры без локального рецидива. Без локального рецидива было 98% пациентов. Опять же, это отражает популяцию пациентов и благоприятность этих показателей. Цифры общей выживаемости тоже очень значимы. И при наблюдении к 5 годам эта цифра составила 89% в обеих группах. Если мы посмотрим на частоту полных морфологических регрессов, мы знаем, что химия лучевая терапия добавляет, то в этом исследовании она была абсолютно одинаковая. Опять же, это говорит нам о том, что пациенты не очень высокого риска, где действительно можно подумать об отказе от лучевой терапии. Если мы посмотрим на то, какую адъювантную терапию пациенты получали, то большая часть из них получала адъювантную химиотерапию. Если вы спросите, сколько процентов пациентов не ответило на неадъювантную химиотерапию и были вынуждены перейти к химио-лучевому этапу? Это было всего лишь 9% пациентов, которые не ответили, которые в итоге получили химио-лучевую терапию. Что же, какой же вывод делают авторы? Что для этой группы пациентов Т2Н плюс или Т3Н плюс не низкие опухоли, не высокого риска, исключая Т4. Эту терапию можно деэскалировать, лучевую терапию, проводить им только химиотерапию. Но с другой стороны, если у вас есть пациент Т2 с небольшим поражением лимфатических узлов, верхний ампулярный рак и средний ампулярный рак, то это пациенты, которые вполне могут получить и хирургию об фронт. Поэтому, на мой взгляд, он лишь подтверждает тратификацию пациентов по рискам в зависимости от объема опухолевого поражения, от уровня этого поражения в отношении прямой кишки и дает нам еще одну возможность для деэскалации лечения. И еще один важный вопрос, который ставил уже другое исследование, это как нам выбрать пациентов на стратегию Watch and Wait. И это было исследование ОПРА, которое, напомню, задавалось вопросом, можем ли мы наблюдать пациентов, у которых был достигнут полный клинический ответ тремя методами – МРТ, сигмоскопия, ректороманоскопия. Если мы посмотрим на пациентов, которые были туда включены, это были пациенты второй и третьей стадии, которые рандомизировались на две группы. Одна группа получала индукционную химиотерапию, а затем химиолучевую терапию. После этого этих пациентов рестадировали, и при полном ответе они могли уходить на стратегию Watch and Wait. И другая группа – это химиолучевая терапия, затем консолидирующая химиотерапия, и затем повторный рестейджинг, который давал нам возможность часть пациентов направлять на стратегию Watch and Wait. И к трём годам мы действительно видели, что преимущество в отношении стратегии Watch and Wait, то есть число пациентов, которым мы можем предложить стратегию Watch and Wait, было больше в группе пациентов, которые получали сначала химиолучевую терапию, а затем консолидирующую химиотерапию, которая дополняла в большей степени лучевую терапию. И более того, частота органосохранения органа, то есть отказ от калечащей операции для низких опухолей, был больше в группе пациентов, которые получали химиолучевую терапию сначала. Но на тот момент было много неотвеченных вопросов. Вот хорошо, мы добились полного клинического ответа, пациент ушёл в стратегию Watch and Wait, а затем у него был повторный рост опухоли, regrowth. И в итоге этим пациентам всё равно выполнялась тотальная мезоректомектомия, операция. Теряем ли мы драгоценное время, откладывая операцию, и не будем ли мы проигрывать в итоге выживаемости? Какие данные повторные по количеству операций, по вообще возможности этих операций? Обновлённые данные по сохранению органа. И когда в основном возникают эти повторные росты опухоли, и этот regrowth, и когда мы можем этих пациентов перестать наблюдать? И результаты, которые были доложены уже медиана наблюдения 5 лет. И что мы имеем? Среди всех пациентов, которые были включены в исследование, 74%, это очень много, была предложена стратегия Watch and Wait. Причём чаще эту стратегию предлагали в группе с консолидирующей химиотерапией тем, кому начинали с химиолучевой. У 36% суммарно был повторный рост опухоли. И чаще, в 2 раза, это наблюдалось в группе пациентов, 44% пациентов в группе индукционной химиотерапии, и только у 29% в группе консолидирующей. То есть это стратегия в отношении regrowth, тоже выигрышная, начинать с химиолучевой терапии. И среди пациентов, у которых произошёл этот regrowth, 94% возникали в первые 2 года, а 99% в первые 3. То есть вот тот период, когда мы переживаем и боимся за повторный рост опухоли, а после этого они не случались. И у нас уже есть данные общей выживаемости, и выживаемости безрецидивной, которые показывают нам, что отсроченная операция, отсроченная ТМИ, ТМЭ на фоне повторного роста опухоли, не ухудшает результаты лечения. И мне кажется, это важные данные, которые дают нам возможность часть пациентов, комплоентных, в высокопотоковом центре, который много занимается лечением рака прямой кишки, при должном подтверждении полного клинического ответа, этих пациентов наблюдать. Ещё 3 важных исследования, про которые я хотела бы рассказать, которые действительно, с одной стороны, сложные или простые, но меняют нашу практику. Это купирование побочных эффектов. И это было исследование D-Torch, которое было доложено на АСКО в 2023 году, которое задавалось вопросом, а как мы можем снизить частоту возникновения ладонно-подошвенного синдрома у пациентов, которые получают капитистабин, содержащий режим. Мы все знаем, что это огромная проблема. До этого пробовали использовать целикоксид, но из-за токсичности он немного эффективен, но, в общем, в целом из-за токсичности его рутина не применяют. Это было рандомизированное исследование, в котором пациенты рандомизировались или на использование однопроцентного местного геля диклофенака, или использование такого же геля, но плацебо. У пациентов каждый день, которые получают капитистабин. И половина пациентов, которая была туда включена, это были пациенты с желудочно-кишечными опухолями. Другая половина была с раком молочной железы, и поэтому это исследование имеет прямое отношение к пациентам с околоректальным раком. Первичной конечной точкой было возникновение ладонно-подошвенного синдрома Грейт-2 и выше. И посмотрите, практически в 5 раз чаще ладонный подошвенный синдром возникал у пациентов, которые получали гель плацебо. 15% среди тех, кто получал плацебо, и 3,8% среди тех, кто получал геля с диклофенаком. Еще одной конечной точкой было возникновение ладонно-подошвенного синдрома любого Грейта, да, даже первого. И здесь тоже мы видим, во-первых, в группе плацебо он составлял практически 18%, то есть у каждого пятого, а здесь у каждого 12-го 6% пациентов всего, которые получали диклофенак, у них возникал ладонно-подошвенный синдром. Мне кажется, это простая история, которая абсолютно может хоть завтра поменять нашу клиническую практику. Просто всем пациентам рекомендовать добавление диклофенака, геля с диклофенаком, мазать ступни и ладони два раза в день в течение всего периода, когда они получают капецитабин. И это прекрасная профилактика ладонно-подошвенного синдрома. И на мой взгляд, главное исследование 2023-2024 года было доложено в январе 2024 года на конгрессе ASCOGI, который прошел в январе. И это было исследование Checkmate 8HW. Уже напомню, пациенты с микросателитной нестабильностью на момент до этого исследования у нас было две опции. У нас была зарегистрированная опция Keynote 177, монотерапия пембролизумабом, которая выигрывала у химиотерапии, и исследование второй фазы с эпенива у пациентов, которые уже получали химиотерапию. Там еще была когорта непредлеченных. Показывали очень хорошие результаты по сравнению и химиотерапии. Поэтому данные у нас уже были и о комбинированной иммунотерапии, и о моноиммунотерапии в первой линии. Но это были данные небольшие, ну, для эпенива. Для пембролизумаба это было исследование третьей фазы, а все ждали очень именно этого исследования. Здесь было три рукава. Здесь был рукав моно-неволумаба, эпенива, классический реверсная доза, и химиотерапия. Надо сказать, что здесь химиотерапия могла быть или с бебоцузумабом, или с туксимабом, в зависимости от наличия мутаций. Это были классические пациенты с колоректальным раком, которые не получали лечение. И что важно, большая часть из них, 52%, простите, 52% были с наличием каких-либо мутаций, каких-либо альтераций. И если мы посмотрим, то большая часть из них, это были правосторонние опухоли, 68%, но, что не менее важно, 40% пациентов имело медстатическое поражение печени. Выживаемость без прогрессирования поразила абсолютно всех. Во-первых, когда мы вообще сравниваем эффективность химиотерапии и моно, ну или комбинированной иммунотерапии, мы всегда видим этот перекрест химиотерапевтический. Исторически мы считаем, химиотерапия работает быстрее, и в других исследованиях с иммунотерапией мы ее всегда видим, сравнивая с химиотерапией. А здесь даже в начале мы не видим, что у пациенты проигрывают без химиотерапии в начале. Этого провала у иммунотерапии нет. Они идут лоб в лоб сначале. Но уже в течение первых полутора месяцев кривые начинают расходиться. И посмотрите, насколько более эффективна двойная иммунотерапия у этих пациентов. Разница на 24 месяцах составила больше 50%. 72% пациентов не спрогрессировало по сравнению с 14% пациентов, которые получали химиотерапию. Абсолютно феноменальные данные. Напомню, цифра пембролизумаба в абсолютно похожем сценарии. Там цифры тоже были очень хорошие. Но, во-первых, мы видели тот самый химиотерапевтический перекрест. То есть в начале у пациентов с большим опухолевым поражением иммунотерапия проигрывала. И даже из-за этого в рекомендациях появилась комбинация химио-иммунотерапии у пациентов с висцеральным кризом MSI-HI. Именно из-за этого химиотерапевтического перекреста. При добавлении ипилимумаба к антипидиодин препарат этого перекреста мы не видим. Но более того, мы видим, что только 50% пациентов в итоге выходят на плату. А там эта цифра составляет 72%. И более того, в подгрупповом анализе выделялось две группы пациентов, которые могут не выигрывать от иммунотерапии. Это пациенты с мутациями КРАС, НРАС или БРАВ или с метастатическим поражением печени. Поэтому все очень ждали, в том числе и подгруппового анализа использования двойной иммунотерапии. И здесь мы видим, что абсолютно в одни ворота. Пациенты с мутациями выигрывают от использования двойной иммунотерапии по сравнению с химиотерапией. Пациенты с метастатическим поражением печени. Мы знаем, что это плохая группа пациентов, но этих пациентов, посмотрите, хазер трейшер тоже абсолютно достойный 0,40. А уж без метастатического поражения печени он вообще составляет 0,16. Поэтому, на мой взгляд, это абсолютно такое изменяющее нашу практику исследование. И при возможности использования комбинированной иммунотерапии мы должны использовать ее. Другой вопрос, который перед нами встанет, а кому мы можем деэскалировать лечение до моноиммунотерапии в первой линии? Не всем же делать комбинированную. Ну, наверное, пациент без метастатического поражения печени, с небольшой опухолевой нагрузкой, без наличия каких-то мутаций, может быть, с какими-то сопутствующими патологиями, будет большим кандидатом на моноиммунотерапию. Но, конечно, эффективность комбинированной иммунотерапии удивляет и обескураживает. И последнее, на чем бы я хотела коротко остановиться, это заболеваемость колоректальным раком. Этому исследованию и этим данным была посвящена пленарная секция на конгрессе АСКО-ДЖАЙ, потому что заболеваемость колоректальным раком среди людей моложе 50 лет неуклонно и страшно растет. Более того, растет заболеваемость и местно распространенным раком толстой кишки и с отдаленными метастазами тоже. Более того, эта заболеваемость и этот резкий рост заболеваемости заставил изменить рекомендации скрининга. И в некоторых странах скрининг колоноскопия сместилась с 50 лет до 45. Именно из-за того, насколько тренд умоложения пациентов с колоректальным раком стал расти. Более того, в этом исследовании, это было большое исследование от Дэйна Фарбер, было показано, что из-за того, что врачи, терапевты, общей практики, гастроэнтерологи не осведомлены о том, что заболеваемость колоректальным раком среди молодых пациентов растет, то эти пациенты вынуждены были дольше ходить по врачам, прежде чем им поставили диагноз. И практически половина пациентов, 43-41%, ждали своего диагноза больше полугода. Они ходили по врачам, но все говорили, вы же молодой, у вас какая-то другая болезнь. Больше половины, 67% пациентов, должна была пройти больше, чем двух врачей для того, чтобы заподозрить колоректальный рак. И, к сожалению, у 71% молодых пациентов диагноз был поставлен уже на третьей и четвертой стадии. Вы спросите, а может быть у них какой-то другой биологический рак? Да, частота встречаемости герминальных изменений, герминальных мутаций, она выше у более молодых пациентов и составляет где-то 16-25%. Если мы сравним весь пул пациентов колоректального рака, это 10-15%. Но большая часть все равно спорадические раки. И несмотря на то, что пациенты более молодые получают больше лечения, они будут получать чаще комбинированные режимы триплеты, более агрессивную хирургию, они, к сожалению, не живут дольше. И это связано с тем, что, видимо, биологически это более агрессивная форма опухоли. И даже молодые пациенты с третьей стадии, которые получают тоже лечение, даже больше, чем пациенты более пожилые, в итоге выживаемость у них меньше. То есть прогностически молодой возраст это неблагоприятный фактор даже у пациентов с третьей стадии колоректального рака. Ну и на этом исследования, которые, на мой взгляд, изменили нашу клиническую практику, я хотела бы закончить. И если у вас есть какие-то вопросы или вы бы хотели что-то обсудить, то я с удовольствием на это отвечу. В чате я вопросов не вижу. Спасибо большое. Очень интересный доклад. Извините за опоздание, задержался на операции. Это город Нальчик, Альберт Пермагомедов меня зовут. Вопросы есть какие-то еще? Если есть, то доктор ответит. Так, ну вроде бы нет. Спасибо большое за интересный доклад. Нам большое спасибо. Всего доброго, счастливо. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok